Сегодня вы станете свободами. Сегодня мы будем по-другому побеждать здесь. Спасибо за театральное представление. Это было очень интересно. Потому что когда я думал о теме свободы, я не думал о тюрьме. Потому что я никогда не был в тюрьме. Нет, Данил тоже не был, это шутка. Но тема свободы, это очень тяжелая тема, я бы сказал. Это вообще очень просто. Если мы говорим о свободе, мы все имеем практически одно и то же в уме. Я хочу что-то сделать и мне не препятствовать тому, чтобы я это мог сделать. Для детей свободы это брызгаться водой, где-то воду включать. Для взрослых это X-5 купить новую свободу. И чтобы тебе никто не мешал это делать. И чтобы банк не мешал. Для других это свободы не работать. Есть различные представления о свободе. Но когда я занялся этой темой, Я думал, это вообще не очень просто. Абсолютно не просто. Кто бы сказал, что мы живем в свободной стране? Кто бы сказал, что мы в более свободной стране живем, чем обычно? Давайте начнем со стороны. И уже три года назад вышел новый закон об интернете. Сейчас его уже усилят. Я хочу сказать. Ты не такой свободный, как ты думаешь. И твои мнения свободно высказать, ты тоже уже не можешь. Может быть, еще не заметили. Но вы это быстро заметите, когда политик что-то говорит, что я говорю о средствах массовой информации, и это им не нравится. И они это критикуют. И тогда вопросы убираются. И его больше нет. Где он? Я не знаю. Он там в морге в партии. Он подает в отставку. Или мы вообще больше ничего не слышим о нем. Компания из этого микро. Если вы это слышите, то скажите мне быстро, тогда я переключаю. Если вы в Фейсбук что-то напишите, что политически некорректно, тогда Facebook может просто удалить вас. Это вообще не единственный случай. Есть многие люди, чьи аккаунты их вообще закрыли. Почему? Потому что они сказали то, что кому-то другому не нравится. Не подходит. Поэтому мы не живем уже в стране, где мы можем свободно высказать свое мнение. Кто может сказать своему работнику, что он на самом деле думает? Кроме тебя. Это не так просто. Знаете, свобода. Свобода того, когда ты говоришь то, что ты думаешь, очень дорого стоит. Нет, это не стоит денег. Это стоит смелости. И, это стоит, что скорее всего, что на вас будет костно смотреть. Если своим коллегам скажешь, что ты выбрал АФД, может быть, что они больше не будут с тобой разговаривать. Если своим коллегам скажешь, что ты total блёд findest, что вообще это не нравится, что они такие дурацкие шутки делают, и стенды только об одной теме говорят, то они тебя просто не будут больше спрашивать. Свобода она имеет цену. И эту цену мы должны быть готовы заплатить. Знаете, я тоже очень свободный человек, что касается моего рта. И я тоже плачу за эту цену. И в большинстве случаев, если мы не смотрим, что мы говорим, то цена, это не очень хорошее. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я могу делать, что хочу. Я могу сказать, твои ботинки отвратительные. Но я должен иметь в виду, что цена за это свободное выражение моего мнения не обязательно на хорошую резонанс. Это не будет хорошей резонансы. Это не будет хорошей резонансы. Это человеку будет обходить мне стороной. И в этом смысле я вообще такой не свободный уже. Я не могу свободно сказать каждому свое мнение. Я могу. Но это не имеет смысла. Если мы говорим о деньгах, Многие гуру финансового мира, Эти тренеры успеха, Тебе нужна финансовая независимость. Тогда ты действительно станешь успешным. Твоя жизнь будет вообще супер счастливой. Наконец-то твоя жена будет тебя любить. Твои дети будут тебя любить. И твоя машина будет тебя любить. И воздух будет тебя любить. И я тебя буду любить. Если ты дашь мне свои деньги. Ну, примерно так. Знаете, финансовая независимость, Это слово Это слово Они очень много времени инвестируют. И потом они получают свои деньги. Но в то время Но в то время И нету друзей И нету семьи И нету жизни. Финансовая независимость Это означает опять рабство, работа. Это значит, что ты раб своей финансовой независимости. Так просто Это не так просто. Это просто звучит. О, боже, ты так быстро сделаешь деньги. Я смотрю YouTube Я раскрылся, извините. И там постоянно идет реклама. И эта реклама, она для вас сделана специально под вас. И я очень интересно это нахожу. Что YouTube думает Что я хочу сделать большие деньги. И поэтому я получаю рекламу Витзигарно, immer von so Arabern Или Марокканан Таких от Аравов или Марокканцев О, мужик, я тебе расскажу сейчас Как я в три месяца Копки через миллион университет Сделаю миллион евро И я тебе это химическое Я думаю, что это происходит Я думаю, что это происходит Я думаю, что это происходит Они хотят писать мне Что я могу сделать через три месяца Я сделаю оборот миллион евро Для вас такой небольшой курс финансов Да, оборот не означает прибыль Университет Теперь Абынулась Я тебе говорю Я покупаю тысячу жвачек Für один euro Каждый жвачке один евро И я продажу эти жвачки За 80 центов Вы знаете, тогда я получил 1000 евро, потому что я получил 1000 евро. Но я только 800 евро взял. То есть, я получил 200 евро. Это были расходы. Если я купил 80 центов, то я получил 20 центов. По 1000 стакан, это для меня это 200 евро. На любом случае, я получил 1000 евро. Я posso 1 миллион евро сделать, но на другой стороне... Но на другой стороне я могу 1 миллион евро сделать, потому что я все это расширю. Но я могу сказать, что я сделала миллион оборотов. Просто забудьте это. Это так смешно. Люди думают, они находят свое счастье. Быстро. Фитнес. Кто ходит на веруфитнес? Регулярно. Не многие. Фитнес. Если ты с этим разбирался немного. Свобода. Наконец, иметь тело, которое ты всегда хотел иметь. Через один месяц ты сможешь это сделать. Тайна, которая просто сжигает Жир. Это все вранье. Все вранье. Ты вообще это не так не получишь. Успех не приходит просто так. Деньги не приходят просто так. А микрофон приходит просто так. Это единственное, что просто так приходит. Нету сокращений в жизни. Немец. Никогда. И если кто-то тебе другое что-то рассказывает, то у него просто нету там опыта. И там я увидел видео, и там показана просто жизнь человека. Он там лежит в кровати. Он не хочет встать, но ему надо работать. Все плохо. Все очень дорого стоит. Он заказит себе пиццу. Он заказит себе пиццу. И я думаю, что это видео хочет сказать. Может что-то что-то будет. И какой-то финансовый тренер. И который хочет свой продукт продать. Нет. Я очень сильно разочаровался. И начинает этот тип рассказывать мне что-то от дерева. И от энергии. И вообще без шуток. Я думал, что он немножко... Он берет этот... Ну, дуб, наверное. Он берет это... Он берет это дерево, там вырезает палочки из него. Он берет это дерево, там вырезает палочки из него. Эки и канты из него. Потому что всякие углы и стороны, это плохо. Он берет это дерево. И делает такой круг, или звезду из этого. И это решение всех твоих проблем. Я думал, что он у него тоже свои проблемы есть. У него тоже свои проблемы есть. Таких проблемы, которые у него я не хочу иметь. Он берет это очень смешно. Он берет свой стакан воды. И ставит этот круг. И этот круг его ставит. И он говорит, что это 15 минуты стоят. И пусть это 15 минуты стоят. И пусть это 15 минуты стоят. И там придет энергия. И в твою воду. И если ты потом пить. И ты будешь потом пить. Ты станешь счастливее. И еще лучше. И уравновешен. И еще лучше. Он берет свою скупанцу. И если ты приходишь с Альди. Раймите ее не сразу сразу. И пусть она скупанкает скупанцем. И пусть она скупанкает скупанцем. И если ты очень многих купишь. Ты можешь везде повесить дома. И когда ты зайдешь домой. Ты везде видишь дерево. Я не знаю, потом психиатру тебе надо идти или нет. И в комментариях. И в комментариях пишут действительно. Хамер видео. Классное видео. Это гениально. Да, к сожалению, мы можем говорить о дереве. И один написал, и я хочу это сделать. Рауз aus dem System. Ты не склаб. Sei не склаба из системы. Я учил. Я учил в университете. Мой Мастер сделал Мастер-апшлесс. Я работал. И сейчас я сижу на безработных два. И сейчас я свободен. Я не работаю, я делаю, что хочу. Я не работаю, я делаю, что хочу. Я подумал. Если он так против системы. То есть, он так против системы. То есть, он должен ему это система, это безработные деньги, чтобы он действительно настоящий свободу узнать. потому что есть люди, которые за его свободу платят и очень многие люди пишут да, я тоже я тоже получаю деньги и я горд этим это свободу поэтому, мы сейчас закончим сегодня все идем мы просто даем заявление и наконец-то мы становимся свободными знаете, когда я маленький мне мои родители запретили курить я очень чувствовал себя, что они дискримировали в школе потому что я был практически единственным, кто стоял, где все курили или не курили есть там implementation Кто стоит в этих ручках? Знаете, люди думают, что они свободны, Молодежь думает, она свободна, потому что им родители все разрешают. И разрешают, делать вечеринки. И бухать. Пить, извиняюсь. Да, сауфен и бухать, да? И думает, они свободны. Если сегодня говорю с людьми, то я говорю, я не курю и я не пью. Бо, ты счастливчик. И я пытаюсь от этого избавиться. И их начальная свободна она их, ну просто, они стали рабами. Да, они стали рабами. И они больше не свободны. Если они свободны, они сказали, о, сегодня я не курю больше. Но не работает. Комич. Я думал, я свободна. Я думал, я могу делать, что я хочу. Wisst ihr, свободна, это не значит, делать то, что ты хочешь. И честно. И свободна, которую мы себе представляем, нет. И вообще нет. И вообще нет. Wisst ihr, единственная возможность, делать то, что ты хочешь, и не платить за это никакую цену, стать Богом. Олег, ты попробуй это? Олег, попробуй. Олег, попробуй. Это единственная возможность. Даже король, он не может быть полностью свободным. Потому что он может стеркнуть, и может быть в этой позиции. И тогда, что он может быть свободным. Его свободу, которую он искоренил, и его народ свергает. Так, как это всегда было в истории. Всегда так было. Эште Freiheit, как мы думаем, что я могу делать то, что мы хотим, это нет. Мы хотим, много, много лет назад, у нас была театральная постановка, и там об этом шла речь. Там была речь, что человек пришел к Иисусу, что он свободен стал, и потом у него какие-то обязанности. И там пришел Дьявол. И сказал, ты вообще не свободный. Ты должен на воскресенье ходить на служение. Ты не можешь не поменять. Ты не можешь не сушить. И пить нельзя. Ты можешь это и это не. Ты не можешь это делать. Ты, Пленник. Да, да. Да, точно. И он говорит, нет, 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 нет. Ты что? Что случилось? Сейчас я уже в русском. Он говорит, нет. Это твоя свободная. Он говорит, нет. Он пытается тебя опять в твоей вине. И он говорит, нет, я свободный. Я хочу стоять на стуле, стою на стуле. Я хочу пить, пью. Я хочу играть, компьютер играю. И это это не свободу. Потому что это оно порабощает тебя опять. Знаете, наши компьютеры, наши телефоны мобильные не делают нас свободными, они не делают нас свободными, они порабощают нас. Мы становимся зависимы от них. Netflix Нетфликс если ты стоишь. И ты не знаешь, что ты должен делать. И ты стоишь там. И у тебя этот момент, где у тебя нет, что делать. И никто тебя не забавляет. И ты чувствуешь себя странно. Знаете, кто это чувствует? Знаете, кто это чувствует? Это как Сахар. Попытайтесь просто избавиться от сладости. Знаете, как это жестко? Это наркотик. Сахар это наркотик. Уберменный кунсум от Сахара это у тебя потом ломки. Да. Это так. Уберменный кунсум с Сахаром. Знаете, что если те, кто в Солярье ходит, они тоже зависимы. Если они не ходят в Солярье, у них головная боль. Штетфрост. Их морозит. Да, у них ломки тоже. Уберменный кунсум. я тоже не знал. Услышал в радио. Я тоже не знал. Я никогда не ходил в Солярье. Я не знал. У меня там будет Клаустрофобия. Это такое странное чувство. Мы хотим, чтобы нас постоянно развлекали. И это просто прийти в Покое. Просто послушать воскресенье проповедь. И которая не смешная. которая просто тебя обучает. Ну, это уже слишком скучный проповедник впереди. Я хочу посмеяться. Повеселиться. Все другие меня веселят. А он нет. Вы знаете, мы не должны просто смеяться. Сонстой, чтобы нас берут. Если у нас серьезность из жизни, она нас достигнет. И он делает Клик. И мы вообще не можем смеяться. И поэтому мы должны следить. И быть осторожным. Знаете, машина может сделать нас зависимым. Есть многие вещи. Я думаю, каждый из вас сейчас понял, что я хочу этим сказать. Если вы посмотрите в вашу жизнь, видите те вещи, которые вас делают зависимым. Где вы думаете, у вас есть свободу, но ее у вас нет. Второе послание Петра, вторая глава, 19 стих. Второе послание Петра, вторая глава, 19 стих. Смотрите, в Библии уже тоже это знали. Это уже две тысячи лет назад, даже больше. Нет, ваше время, когда Петра написала Петра? Нет, полностью две тысячи лет назад. Но, но человечество ничего из этого не научилось. Я надеюсь, что мы, христиане, будем учиться с этим. И дальше это давать. Потому что мир проповедует нам свободу. Хипи이다. Его свободу, reloadу. Флор- которая. Какая-то там. Энергия. А, энергия от цветов. С eco-ocас Assoncé. Но, они так всегда лежат. не, они настоящие но они классно выглядят и люди думают свободу это когда я делаю то что я хочу но в Библии это все описано люди будут тебе говорить и это то что я когда ребенком плохо мог понять как ребенок ты это не видишь ты видишь как твои друзья, коллеги они не имеют удовольствия а мне нельзя мне нельзя то и это нельзя и ты думаешь я не свободен я не свободен но они просто проповедуют это свободу они хотят тебя убедить но на самом деле они хотят просто затащить тебя в ту расу где они сами находятся это так опасно и мы просто даём себя обмануть да эште Freiheit настоящая свобода нет ее нет denn если я что-то делаю что я хочу я просто раб своих похоти так тяжело immer констант zum Beispiel не ест сладости это просто надо себя пересилить это по-настоящему тяжело и если вы думаете что zum Beispiel если вы думаете вы едите кулищика и я как ребенок раньше говорил я был ну это как Джоэль я видел колеса и он говорит ой я хочу закончить я говорю ну закончить это не трудно 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 это может быть кто-то может сказать если нет об этом представления но попробуй это в твоем жизни попробуй если ты хочешь почувствовать как себя такой зависимый человек чувствует dann versuch doch einfach каждый Morgen каждый Morgen aufzustehen и постановить и постоянно час раньше читать Библию и молиться каждый Morgen каждый Morgen без исключения ты сможешь сделать это тяжело это тяжело это тяжело я тоже не смогу я молюсь но не каждый Tag но не каждый день и потом ты не выходишь если ты не дисциплина есть какие-то дисциплины да versух это это не просто это не просто 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 откажись от сладости и ты просто увидишь как это тяжело какое-то привычное Сюзькики это не плохое ну не говорите что сладкое это плохо но если мы что-то много едим это плохо вы знаете вы поняли что я хочу сказать Иисус 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 Он принес нам решение Он говорит Я путь Истина и жизнь кто приходит ко мне я дам ему жизнь вечно и это настоящая свобода это настоящая свобода мы можем посмотреть Петрус 1.24 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 2.24 Ибо всякая плоть как трава и всякая слава человеческая как цвет на траве засохла трава и цвет ее опал но Слово Господне пребывает в обег а это есть то Слово которое вам проповедено ищите свободу у того которая не проходит ваши коллеги ваши друзья все что они вам по-другому рассказывают это все уйдет через 100 лет они уйдут но Слово Божье это остается оно остается почему я это знаю потому что это Слово живет более тысячи лет и я верю что оно остается дальше до конца мира и это замечательное послание и мы были рабами греха и мы рабами греха и мы сейчас откроем первое второе главу 24 24 24 Früher seid ihr herumgeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zu Jesus Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Jesus говорит, das Wort, was er verkündet hat, die Freiheit, die er uns gibt, ist die Freiheit von der Sünde. Die Freiheit von der Schuld. Ich habe meinen Sohn heute gefragt, was ist Freiheit? Dann sagt er, Freiheit ist, ein Christ zu sein. Ich sage, warum? Sagt er, weil ich frei bin von der Sünde. Er sagt, weil ich frei bin von der Sünde. Kindergottesdienst, ihr habt einen guten Job gemacht. Dann habe ich dir noch ein paar andere Sachen gefragt. Aber das ist wirklich wahr. Wisst ihr, und jetzt sagt ihr, ja, aber warte mal, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann muss ich ja bestimmte Pflichten erfüllen, richtig? Richtig. Denn für Freiheit muss man einen Preis bezahlen. Haben wir schon geklärt. Für jede Freiheit musst du einen Preis bezahlen. Aber ich sage euch eins. Dieser Preis ist gut. Dieser Preis ist gut. Und das ist der einzige Preis, den du bezahlen musst, der gut ist. Bei allen anderen sogenannten Freiheitsrednern ist der Preis immer schlecht. Er führt dich ins Verderben. Dieser Preis führt dich zum Leben. Woher weiß ich das? Отkуда ich das weiß? Ich lebe schon 35 Jahre auf der Welt. Für manche ist das zu wenig, für manche zu viel. Für manche ist das zu wenig, für manche ist das zu wenig. Aber ich kann sagen, die Freiheit, die ich mit Jesus gelebt habe, hat mich wirklich glücklich gemacht. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass sie dich glücklich machen kann. Amen. Amen. Sag deinem Nachbarn, Jesus Christus gibt die echte Freiheit. Jesus Christus gibt dir die echte Freiheit. Matthäus 11, 30 Die nächste Bibelstelle. Das nächste Bibelstelle. Matthäus 11, 30 Das Kibbutt kann schon mal spielen. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Wartet mal, wir lesen noch, was davor steht. warte ist das, Matthäus 11, 30 Ich habe das hier. Wir prechitieren noch einen Stich vor dem Matthäus 11 und dann können wir bei 28 anfangen. Wir können anfangen mit 28 Da sagt Jesus kommt alle her zu mir die ihr euch abmüht und unter euren Lasten leidet. Ich werde euch Ruhe geben. In einer anderen Übersetzung steht die ihr müde und beladen seid. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut dann findet ihr Ruhe für euer Leben und zum Schluss sagt er dann Das Joch das ich euch auferlege ist leicht und was ich von euch verlange ist nicht zu schwer zu erfüllen. Wer weiß was ein Joch ist? Ich weiß nicht ob wir da ein Bild haben können kannst du mal bei Google Joch eingeben dann seht ihr das ist so ein so ein Balken der bei einem Stier so drüber gelegt wurde der wurde praktisch so eingespannt damit er den Karren zieht wenn wir das gleich wenn du das hinkriegst dann kannst du ja mal zeigen was will Jesus damit sagen Jesus will damit sagen ich gebe dir die Freiheit genau seht ihr das ist so ein Joch da wurden immer zwei Tiere eingespannt Jesus sagt nicht wenn ich komme dann kannst du das Bild wieder weg machen das reicht also musst du die ganze Zeit auf diese Kühe gucken Jesus sagt du musst nicht denken dass die Freiheit die ich dir gebe bedeutet dass du jetzt alles machen kannst was du willst es bedeutet dass du dich an gewisse Regeln halten musst aber diese Regeln sind nicht schwer zu erfüllen sie sind leicht und sie geben dir eine Belohnung die einfach um das 10 und 100 fache besser ist als diese Regeln die du als Regeln empfindest wenn ich auf dem Bau bin und da ist Daniel zum Beispiel oder Sergej oder Sascha das sind Leute die haben Ahnung die haben Erfahrung das sind Profis ich bin kein Profi und was mache ich sage ich nein Daniel du machst das falsch ich mache das so wie ich will und wenn Daniel sagt nein du musst das so und so machen und ich sage nein ich bin frei ich mache so wie ich will dann passiert das was immer passiert das was ich mache wird Mist deshalb ordne ich mich gerne unter und bin sein Sklave und ich mache das was er sagt ich gehorche ihm ich mache das auch wenn das schwieriger ist und ich muss sagen ich bin ein Mensch von Abkürzung ich liebe Abkürzung und ich finde mir irgendwie einen Weg um das einfacher zu machen und dann sage ich Daniel nee also es reicht doch wenn ich hier ein Loch mache und dann kann ich später das da hinten ran ziehen nein nein wenn du da ein Loch machst dann ran ziehst dann verschiebt sich das muss schon hier messen dann festziehen dann das machen dann das machen dann muss ich das machen aber dann wird es gut versteht ihr und wenn ich mich Jesus unterordne wenn ich auf das höre was er sagt und wenn ich ihm nachfolge dann ist es vielleicht manchmal schwer aber im nachhinein werde ich den Siegeskranz empfangen dann werde ich eine gute Familie haben und ein wunderbares Leben Halleluja und wisst ihr jeder von uns kann dieses Leben haben jeder und ich habe mir noch aufgeschrieben lasst uns noch kurz Galata 5 13 lesen ich fand das richtig krass da steht durch Jesus Christus seid ihr dazu berufen frei zu sein wir sind berufen frei zu sein wir kommen zwar als Sklaven auf diese Welt und wir sind Sklaven dieser Welt wenn wir nicht Jesus nachfolgen aber Jesus sagt jeder von euch ist berufen dazu frei zu und dann steht hier weiter aber nutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel um euren alten selbstsüchtigen Wesen nachzugehen und ich habe mir aufgeschrieben Freiheit bedeutet значит dienen служить Freiheit bedeutet dienen служить Freiheit bedeutet dienen служить klingt nicht wirklich aber das ist die Wahrheit die Wahrheit ist manchmal unbequem Jesus sagt kommt her zu mir und sagt siehe ich mache alles neu siehe ich mache alles neu lasst uns zusammen ausstehen siehe ich mache alles neu wisst ihr niemand kann das niemand kann das kein Psychiater kein Arzt niemand nur Jesus kann alles neu machen und ich sage dir egal wie dein Leben heute aussieht und vielleicht verstehst du das noch gar nicht so was ich heute alles hier gesagt habe du sagst naja ich glaube dir nicht ist okay das funktioniert nicht einfach so es ist ein Prozess den du selbst durchgehen musst und hier sind Brüder und Schwestern die dir dabei helfen aber was du tun kannst ist hier und heute zu sagen ja ich möchte es versuchen ich möchte es versuchen mit Jesus zu gehen ich möchte es versuchen mein Leben zu verändern heute ist der Tag an dem ich mich verändern möchte indem ich Jesus eine Chance gebe und wenn du da bist und du sagst ja das spricht mich voll an lasst uns zusammen jetzt dieses gebet sprechen wir sagen himmlischer vater ich danke dir dafür dass du mich frei machst denn du bist für meine schuld am kreuz gestorben ich danke dir für dein opfer und für den preis den du für meine freiheit bezahlt hast danke jesus und ich bitte dich dass du mich frei machst frei von jeder sünde frei von jeder abhängigkeit und dass ich die echte und wahre freiheit auch auch wenn es schwer ist lass mich nicht los auch wenn ich aufgebe gib mir neue kraft wieder aufzustehen und wenn du jetzt diese entscheidung in deinem leben getroffen hast dann würde ich gern für dich beten dafür braucht man Mut dass du einmal kurz hier nach vorne kommst und wir für dich beten können Jesus sagt dass mein Joch leicht ist und er schenkt die wahre Freiheit und wenn du jetzt hier bist dann komm nach vorne und sag Jesus ich brauche jetzt als allererstes Mut und ich brauche diesen ersten Schritt dass ich das verändern will in meinem Leben ich brauche das sei jetzt mutig und komm nach vorne der Heilige Geist ist hier und wir singen solange noch ein Lied und während dieser Zeit könnt ihr gerne nach vorne kommen Halleluja danke Jesus danke Jesus danke Jesus lasst uns mal Applaus geben an die die schon nach vorne gekommen sind die mutig du gibst echte Freiheit Jesus mit dem siegeslied Jesus du hast mich befreit heute fürchte ich nicht was der morgen bringt ich bin mit dir vereint ein Knecht der Sünde bin ich wenn du kein Knecht der Sünde sein willst komm nach vorn denn ich bin ein Kind der verändert mich der Sünde bin ich nicht mehr denn ich bin ein Kind des Herrn von an beginn bin ich außer wehrt beim Namen nimmst zu mich Jesus durch dein Blut hast du mich erlöst oh wie sehr lieb ich dich ein Knecht der Sünde bin ich nicht mehr denn ich bin ein Kind des Herrn ein Knecht der Sünde bin ich nicht mehr denn ich bin ein Kind ein Knecht der Sünde bin ich nicht mehr denn ich bin ein Kind ein Knecht der Sünde ein Knecht der Sünde bin ich nicht mehr denn ich bin ein Kind des Lass uns dem Herr noch mal Lob geben danke Jesus so und jetzt seid ihr frei zu gehen ich hoffe euch hat das Thema gefallen und ja habt einen schönen Sonntag genießt die warmen Tage danke liebe Zuschauer dass sie bei unserem Gottesdienst dabei waren und ich bitte sie wenn sie wirklich diese wahl getroffen haben mit jesus christus zu leben mir einfach nach beten lasst uns zusammen sagen unser himmlischer vater in himmel ich danke dir dass du mich auch liebst und ich bitte dich komm bitte in mein herz und mach mein herz sauber ich bitte um vergebung für alle meine schuld und alle meine sünden und ich glaube an jesus christus als er sein blut für mich vergossen hat und deshalb glaube ich auch dass du mir vergibst komm in mein herz und lebe mit mir lebe dass ich ein neuer mensch bin und dass ich zu dir gehöre amen wenn du mein lieber freund dieses gebet gesprochen hast wird unser himmlischer vater wirklich zu dir kommen und dir helfen ein neues leben mit dir anfangen du kannst auch gerne unsere gottesdienste besuchen hier in duisburg du kannst dich informieren auf der website und wir haben gottesdienste auch in wuppertal und in kaster prauxel in heilbronn ihr könnt auch weitere gemeinden besuchen wenn sie aber nicht wissen wo sie sich befinden können sie uns eine e-mail schreiben dann werden wir versuchen ihnen zu helfen eine zu vermitteln und wir wünschen ihnen gottes segen und sein Friede in Jesu Namen Amen Amen